Привет, меня зовут Наталья, добро пожаловать на мой канал Моя Американская История. Итак, продолжаем серию интересных роликов. Итак, я зачитываю мнения, которые были собраны Александром Дзюйным, и это мнения американок о русских мужчинах. Их было, естественно, больше. Посмотрите, яблочки поспевают. Но он выбрал самые частые и популярные. Итак, первое мнение. Я люблю их, они следят за собой. Ну, в смысле, американки о русских мужчинах. За своим телом и прическами, а их светлые глаза и волосы – это только плюс. С ними трудно наладить отношения из-за языкового барьера. А те, кто хорошо говорят по-английски, предпочитают встречаться с белыми женщинами. Но это меня не останавливает. Скорее всего, писала или же афроамериканка, или мулатка. Может быть, азиатка, не уверена. Может быть, индуска. Но не белая. Американка. Следующее мнение. Мне нравятся мужчины из бывшего СССР. Они голландные, очаровательные, образованные, хорошо выглядят. Следующее мнение. Существует стереотип. Если ты выйдешь замуж за одного из них, то в глазах своих друзей ты не просто вышла замуж за индивидуального мужчину, а за систему, за целый образ жизни. Подобно тому, как если бы ты припарковала себя к кремлевской стене. Следующее мнение. Они в большинстве подвержены мезогинии. Не знаю, правильно ли я это слово произношу, никогда его не слышала. То есть ожидают очень многого от женщины, чтобы она поддерживала дела по дому, всегда была готова к сексу, а они только делали бы все, что им вздумится. Они не видят брак как партнерство. Они вербально и эмоционально агрессивны. Следующее. Расскажу, что я здесь наблюдаю. Вообще, если лично мое мнение, я думаю, что национальность это последнее, на что будут смотреть американки, русские, латиниц, немец, американец. Это не важно. Важны другие аспекты. Вот лично мне русские мужчины не подходили по их взглядам и требованиям, когда я жила в России. Большинство было именно такие, как описано было в последнем мнении. Но это был провинциальный городок и плюс 2000-е годы, может быть, за это время что-то изменилось. И, естественно, были, конечно же, исключения. Сейчас я вижу, что русские мужчины стали более либеральны, в хорошем смысле этого слова. Да и те, которые эмигрировали в Штаты в начале нулевых, как раз и были тем приятным исключением. А вообще, пар американка-русский очень мало. И тут дело все же в русском мужчине. Как я говорила в предыдущих видео, американки – это, прежде всего, личности, которые не строят свою жизнь вокруг своего мужа. А для русских мужчин, наоборот, важно, чтобы о них заботились, вокруг них плясали, чтобы и дети были ухожены, и в доме порядок, и еда приготовлена, и жена выглядела как топ-модель. И при этом она бы еще и на полной рабочей ставке была бы занята и приносила доллар в семью. Ну, в общем, прям какой-то андроид. Слишком много требований, при том, что к себе они особо много не предъявляют. Может, я, конечно же, стереотипно говорю, скорее всего, сейчас мужчины поменялись, наверное, опять-таки стали более либеральные. Но все же, как бы, люди моего возраста, мужчины моего возраста, именно вот такие вот. И американки вот на это не пойдут. А русские мужчины, в свою очередь, не готовы изменять своим привычкам. Поэтому браков американка-русский, русскоязычный, да, украинец, неважно, грузин, там, белорус, таких браков мало, но они все равно есть. Например, я знаю молодого человека, который по Walk & Travel здесь остался, он в ресторане работал, там встретил американку, такую же молодую, как и Анаск, господи, им там лет по 23-24 было. Они поженились и живут счастливо вместе сейчас. Чтобы жениться на американке, наверное, стоит выйти из своей зоны комфорта и принять ее, как прежде всего, своего партнера. А не 10 всяких там разных топ-модель, кухарка, стиралка и так далее в одном. Но опять, я не идеализирую и американок, и среди них есть и голдигерши, и чокнутые феминистки, хотя я здесь за 16 лет своей жизни таких не встречала, но они существуют. Так что, в принципе, как мы видим из мнений, все-таки большинство американок очень хорошо относятся к русским мужчинам, очень положительно. И также моя начальница, она, я даже не знаю, как мужчину, она его как человека рассматривает, она мне сказала, что русские мужчины – это самые лучшие работники. А у нее был дяденька, который на контракте с Tears, магазин такой, он работником там был, он ей делал кухню, и она сказала, что вот, ну, она постоянно ремонт какие-то делает, вот из всех, кто у нее работал, и латиносцы, и китайцы, и американцы, русский был самый лучший. Ну, и действительно, так, большинство русских мужчин, конечно, у них золотые ручки. Вот, на этом все, это я, как и своего папу, в примеру, он у меня вообще все умеет делать, все. Вот, ну и многие русские это делают, у многих русских золотые руки, ну вот, у мужчин. И у женщин тоже, я исключение. Спасибо большое за все. Следующий ролик у нас будет про тещ, детьев, свекрови и так далее. Очень даже интересно. Пока!